Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя тема урока – «Виды природопользования». Здравствуйте, ребята! Тема урока сегодня – «Виды природопользования». Урок номер 20. Первый час. Относится данный урок к разделу номер 3. «Природопользование и геоэкология». Цель – объяснять необходимость природопользования, определять его виды по типам хозяйствования и представлять в графической форме. Для начала нам нужно сами выяснить, что означает сам термин «природопользование». В широком понимании природопользование – это способность человеческого общества использовать все материальные и энергетические ресурсы, информацию и разнообразие природных ресурсов и природных явлений в мире, которые необходимы для существования людей. Материал из Википедии звучит так. «Природопользование», «Управление природными ресурсами», «Использование природных ресурсов в процессе хозяйственной деятельности с целью достижения определенного экономического эффекта». «Совокупность способов использования природных ресурсов и мер по их сохранению». Обе формулировки имеются в вопросах ЕНТ. Человек своей экономической деятельностью прямо и косвенно постоянно влияет на природу. Перед вами некоторые примеры отрицательного и положительного влияния человека на природу. Сначала отрицательное. Наиболее заметным является вырубка лесов, загрязнение окружающей среды, уничтожение животных и растений, истощение недр планеты, образование озоновых дыр. Примеры положительного влияния человека на природу. Создание заповедников, заказников, национальных парков, очистительное сооружение на заводах, посадка деревьев, запрещение сбора редких растений, запрет охоты на редких животных, создание красной книги. Но, как вы заметили, положительное влияние человека на природу вторично, потому что сначала отрицательное воздействие и тогда возникает необходимость что-то менять, что-то исправлять. Природа прямо или косвенно влияет на жизнедеятельность населения, в первую очередь на здоровье, воспроизводство, хозяйственную деятельность, удовлетворение потребностей. Ведь человек, являясь частью сложной системы природообщества, использует природные ресурсы для удовлетворения материальных, культурных и других потребностей. Человек и природа. Человек постоянно воздействует на природу, а возникающие в ней изменения прямо или косвенно влияют на человека. Загрязнение среды обитания ведет к увеличению числа известных и появлению новых заболеваний. Загрязнение окружающей среды приводит к очень серьезным последствиям как для природы, так и для самого человека. Около 85% всех заболеваний современного человека связано с неблагоприятными условиями окружающей среды, возникающими по его же вине. Мало того, что катастрофически падает здоровье людей, появились ранее неизвестные заболевания, причины их бывает очень трудно установить. Многие болезни стали излечиваться труднее, чем раньше, поэтому сейчас очень остро стоит проблема здоровья человека и окружающей среды. Существует несколько видов классификации загрязнения окружающей среды. Чаще всего эта классификация делится по происхождению, по источнику загрязнения, по охвату территорий, по типу загрязняющих веществ. Обратите внимание, что классификация загрязнения окружающей среды по происхождению делится на природное и антропогенное загрязнение. Антропогенное, как вы помните, от греческого слова «антропус» – человек. Перед вами источники загрязнения природного происхождения. Вулканы, гейзеры, лесные пожары, возникающие не по вине человека, а, например, от удара молнией, пыльные бури. А вот пример антропогенного происхождения. Работа промышленных предприятий, работа предприятий теплоэнергетического комплекса, коммунально-бытовое хозяйство, транспорт, сельское хозяйство. Обратите внимание, пожалуйста, на основные источники загрязнения окружающей среды. Вот перед вами иллюстрации промышленного производства, энергетические установки, дымящийся транспорт на наших улицах, сельское хозяйство, коммунально-бытовой сектор. Удручающая картина. Такова классификация по охвату территорий. Первое. Влияние загрязнения на весь мир. Примером может послужить загрязнение атмосферы, мирового океана. Локальное влияние может оказать на группу стран, на отдельную страну, даже на часть страны, например, загрязнение почв или действие полигонов в отдельной области. Перед вами классификация по типу загрязняющих веществ. Основные типы. Физико-химическое загрязнение, например, выбросы в атмосферу и водоемы, в том числе и радиоактивные загрязняющие вещества. Биологическое загрязнение. Загрязнение воды и почвы нечистотами, содержащими болезнетворные микроорганизмы, что губительно не только для отдельных биологических видов, а для всей экосистемы. Физико-механическое загрязнение. Засорение атмосферы частицами пыли из-за неправильной распашки, ведущей к эрозии почв или шумовое загрязнение городской среды. В связи с вышеназванными проблемами возникла крайняя необходимость создания основных принципов охраны окружающей среды. Сейчас в этом заинтересован весь мир. Постепенный переход от элементарной государственной, межгосударственной деятельности, направленной на охрану окружающей среды. И проведение государственных и общественных мероприятий, направленных на сохранение атмосферы, флоры и фауны, почвы, воды и ресурсов. Узнав информацию по теме этого урока, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Что подразумевается, когда используется термин природопользования? Что означает фраза «Человек не хозяин, а часть природы?» Приведите примеры классификации загрязнения окружающей среды. Отвечать можно кратко и четко. А вот перед вами задание НАТО. Прежде всего, прочитайте текст параграфа номер 11. В тетради приведите примеры государственных и общественных мероприятий, которые проводятся на основе принципов охраны окружающей среды в вашем городе или регионе. А может быть, вы даже принимаете в этом участие сами. Итак, удачи вам! Спасибо за внимание! Дополнительная информация. Для повторения изученного на уроке материала я вам предлагаю посмотреть ознакомительный фрагмент видеофильма, полностью который вы сможете увидеть по этой ссылке. А сейчас фрагмент. Стоит отметить, что люди веками наращивали объемы потребления ресурсов, не задумываясь над последствиями потребительского отношения к природе. Во многих регионах планеты складывается экологически-кризисная обстановка, при которой разрушается среда жизнедеятельности человека. Перед человечеством встала проблема единства и взаимосвязанности эксплуатации природных ресурсов и мер по их восстановлению, охране природы. Разработкой этой проблемы занимается природопользование. Природопользование – это использование природной среды для удовлетворения экологических, экономических и культурно-оздоровительных потребностей общества. Новая модель общественного развития должна обеспечить потребности нынешнего поколения без ущерба потребностям будущего поколения. Устойчивое развитие – это не только экономическое и эколого-безопасное развитие общества. Оно также предусматривает и стабильность в развитии политической, социальной областях жизни общества. Иными словами, речь идет о переходе к новой эпохе развития на основе изменения ценностей и целей современного развития.